Здравствуйте! По поводу создания государственной управляющей компании, в плане даже не то, чтобы поддержки этой идеи снизу, ну а прямо-таки требования народных масс, быстрее организовать процесс и довести его до логического конца, делаю эту программу. Люди разуверились в работоспособности нынешней модели рынка услуг ЖКХ. Людям надоел этот безнаказанный коммунальный беспредел частников. Люди устали оплачивать квитки, наблюдать повышение тарифов и понимать, что качество услуг не улучшается, а деньги уходят куда угодно, но не на обслуживание и ремонт их домов. Участники, ну не только прибыль участников. Они в открытую уже обманывают собственников. Работают, как довольны, нет? Только через суд. Вот в нашем доме по решению суда они сделали ремонт подъездов. Остальную часть решения суда до сих пор не исполняют. Для рядовых граждан госкомпания это, ну, некая гарантия все-таки надежности и ответственности. Ее же руководство, наемные менеджеры, которых при наличии политической воли нагнать за косяки и провалы в работе, а еще лучше привлечь к ответственности, расплюнуть. Другое дело, насколько жестко их будут контролировать и наказывать за безделье или преступление. Но в любом случае частникам, повторюсь, уже нет никакой веры. Они сами за несколько лет ее убили своими фокусами. Когда сфера ЖКХ превращается в чей-то личный бизнес, хозяевам которого жалобы, проблемы граждан по барабану, лишь бы карманы набить, то мы видим то, что происходит сейчас. То есть действия по принципу, чем больше денег собрался население и меньше вложил в дело, тем выше твоя чистая прибыль. Поэтому и приходится людям любую мелочь выбивать сбоем через суды. Но это же разве нормально? Сфера ЖКХ стратегическая. Отдавать ее на откуп частникам изначально было неправильной идеей. Вот слава богу, что дошло-таки до властей, что дальше нельзя затягивать с реформированием отрасли. И в этой связи хочу отметить, что времени, ну, не так уж чтобы очень много есть на раскачку и формирование этой структуры. Заниматься этим нужно предметно уже сейчас. Изначально должно создаваться мощное и работоспособное предприятие, поскольку никто сейчас точно не может сказать, сколько ему придется обслуживать домов. И из числа тех, кого придется подхватывать после ухода с рынка нынешних игроков, и из числа тех, кто добровольно выберет госкомпанию своей управляющей. А таких, уверен, будет немало. Вот в нашем дворе недовольны наши управляющие компании. Дальше, вот я знаю, всех, в общем-то, старших по дому тоже недовольны нашей управляющей компанией. И все хотят или в ТСЖ уходить, или в государственную управляющую компанию. Редактор субтитров А.Семкин